Иисус Христос 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 Я надеюсь, что в вашем сердце, в вашем разуме есть понимание, что есть и в моем сердце, в моем разуме, что написано еще было апостолом Павлом некогда в первом постании в Коринф, 3 глава, 11 стих, одно из моих любимых мест Писания. Я часто проповедую на эту тему и часто цитирую этот фрагмент из Священного Писания. Святой апостол Павел написал 1 Коринфянам, 3 глава, 11 стих, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Аминь. Дорогие друзья, в общем-то, только Иисус основание, только Иисус Христос является фундаментом веры. И, в общем-то, конечно же, все наше богословие, я убежден, должно быть христосатричным. Сегодня этот процесс набирает все больше и большую силу. Сегодня процесс именно, знаете ли, христосатричности, возвращения к нашей первой любви, возвращения христианства, в целом, мирового христианства, к нашей первой любви. Не только православие, но и евангельские, протестантские церкви, католической церкви, то есть всех известных динаминаций, конфессий, всевозможных юрисдикций, знаете ли, внутри каждой динаминации есть определенные юрисдикции. Вот в каждой из них, и в каждом из них является сейчас очень характерным процесс именно возвращения к Иисусу Христу. Слава Богу! Сегодня, кстати, сегодня по календарю Украинской Реформаторской Православной Церкви мы вспоминаем священномученика и просветителя протерея Александра Меня. Сегодня 9 сентября 2011 года и сегодня мы вспоминаем тот день, когда оборвалась трагично, мученически, оборвалась прекрасная жизнь просветителя евангельского проповедника, евангелиста с большой буквы, на самом деле евангелиста, просветителя преподобного протерея Александра Меня. В общем-то, Александр Мень, он был канонизирован как раз в той церкви, где меня руку полагали в епископа, где совершилась моя хиротония. Это было в 2002 году уже, это 14 января была совершена хиротония в апостольской Православной Церкви Возрождения. Святитель Стефан Ленинский, митрополит московский, благоставил мою хиротонию и святитель Стефан Ленинский благоставил как раз епископов участвовать в этой хиротонии. Собор епископов принимал участие в моей хиротонии, митрополит Кириак, Циммерциди, тогда архиепископ Кириак, он еще не был там митрополитом, епископ Александр, епископ Сергей, согласие митрополита, впоследствии тогда еще и епископа Виталия Кушеватова. Вот совершилась моя хиротония тогда в Москве, 14 января 2002 года. Так вот, как раз именно в этой церкви, как бы душой этой церкви, или как бы таким очень большим двигателем этой церкви духовным был, как раз и является протерейх Глеб Якунин, соратник и друг Александра Мени, который очень много о нем говорил и говорит, и, в общем-то, благодаря его такому, его харизме, его старанию совершилась такая канонизация. И для нашей церкви, для украинской реформаторской православной церкви мы идем дальше, мы идем в реформацию гораздо дальше, чем апостольская православная церковь, возрождение, чем другие некоторые юрисдикции православные, которые взяли курс так или иначе на некоторое обновление церковной жизни, на некоторую реформацию. Наша церковь даже в самом названии заявляет, что мы являемся реформаторской православной церковью, и мы идем дальше гораздо. И мы не молимся умершим святым, мы не молимся тому же самому преподобному Александру Менио, священному ученику, протерею. Мы молимся только лишь Богу. В тезисах это очень ярко выражено. Я, кстати, рекомендую, я буду говорить сегодня о тезисах и буду давать комментарии, ответы на вопросы касательно тезисов. Но, господа, я рекомендую каждому из вас, дорогие братья и сестры, взять, можно с интернета, приобрести, можно это в продаже, или же скачать с интернета, распечатать у себя тезисы православного собора 2008 года. В 2003 году у нас тоже был собор, вообще первый собор украинской реформаторской православной церкви был еще в 2001 году, в самом начале, когда рождалась наша церковь. Это было самое начало, это, можно сказать, даже собор, начинание церкви, что ли, начало церкви. В 2003 году был второй уже собор по местной нашей церкви, который был посвящен, будем так говорить, темой которого было как раз 80-летие обновленческого движения. Тогда мы праздновали торжественное 80-летие, и было написано как раз у нас тогда в тезисах, было обозначено 80-летие датами следующими 1923 год и 2003 год. Как раз ровно 80 лет исполнилось тогда православному обновленческому движению, ведь обновленчество для тех, кто, может быть, не в курсе, в православном мире русскоязычном зародилось именно 100 лет назад, даже более чем 100 лет назад, в самом начале 20-го столетия. Но именно на втором поместном соборе Российской православной церкви, в храме Христа Спасителя в городе Москве, это было грандиозным большим собором, в 1923 году, 9 мая собор закончился, как раз и торжественным провозглашением победы обновленческого движения. Так что 9 мая для нас это событие, именно победоносное, обновленческое такое. Так вот, и было объявлено о начале, официальном начале именно обновленческого движения по всей территории СССР тогда, и за пределами ее, в других епархиях. Но, друзья, та реформация была не такой уж продолжительной, к сожалению, это были даже не реформации, скорее, это были первые толчки реформации. Это были, знаете, как перед землетрясением, такие первые толчки пробуждения. Но нам суждено уже обновленцам 21-го столетия именно действительную реальную реформацию провести в православном христианстве. И вот, дорогие друзья, там на соборе 2003 года, когда было 80-летие отмечено, торжественно так, богослужением, литургии, причастием, таким интеркомьюнион, было межконфессиональное такое причастие, межденоменационное, потому что были не только православные христиане, были христиане других динаминаций, конфессий. Это было в храме протестантской Песятнинской церкви Филадельфия, значит, на Гласиевской площади в Киеве. А вот уже в третьем, извиняюсь, в 2008 году, через пять лет, в 2008 году, был совершен третий, проведен третий поместный собор украинской реформаторской православной церкви, на котором уже были выработаны такие как раз тезисы, определены главные тезисы православной реформации. Именно об этом я буду говорить сегодня. Если на соборе 2003 года было 17 тезисов, плюс еще три было дописано после, на совещание предсоборном, так вот, всего 20 было тезисов, то уже на соборе 2008 года, вот передо мной сейчас тезисы как раз собора Киевского, написан третьего, Киевского реформаторского православного собора 2008 года, уже тезисов было 100. Их было 100 засчитано, ровно 100, кстати, у нас даже на 5 тезисов больше, чем у Мартина Лютера, интересно. Мартин Лютер как раз в 1517 году, 31 октября, прибил к дверям Виттенбергского собора 95 тезисов, как раз с которых началась, как считается, великая такая протестантская реформация, вообще великая реформация христианства. И вот уже 5 столетий поэтапного такого обновления реформации всего мирового христианства продолжается. Слава Богу за это, слава Богу за Мартин Лютера, слава Богу за других мужей и жен Божьих, которые на протяжении этих 5 столетий, в общем-то, были инструментами в руках Господа нашего Иисуса Христа. И хотя православный мир, православие в целом мировое, оно так или иначе историческое, это случилось, получилось волей судеб, мы оказались вне этого мирового процесса обновления реформации мирового христианства, но ничего, как на Руси говорят, мы долго запрягаем, но быстро ездим. Я думаю, что православный мир еще потрясет величайшая реформация всех времен и народов. Это и есть в моем сердце, и об этом я буду говорить сегодня. И об этом было как раз очень много говорено, как раз именно сказано на соборе 2008 года. Недавно, вот буквально в августе месяце сего 2011 года, состоялось предсоборное совещание, очередное предсоборное совещание, подготовительное уже к следующему, четвертому уже по счету, по местному собору Украинской реформаторской православной церкви. Собор состоится 19 августа 2012 года в Киеве. Добро пожаловать на этот собор. Я думаю, что в Бухаресте, в Румынии тоже мы проведем предсоборное совещание, и это будет как мини-собор такой, соборик, можно так называть его по-православному. Мы проведем с румынскими, молдавскими, и также хорватскими, и болгарскими друзьями, даст Бог, будут гости из США и Греции, также из Италии. Ждем гостей православных реформаторов, обновленцев. Я молюсь о том, чтобы это предсоборное совещание и сам собор, значит, соборик в Бухаресте, в Румынии, был именно таким важным в жизни всей Европы, Западной Европы, но здесь, в Восточной Европе, именно в Киеве, в сердце Руси, в сердце славянской Руси, знаете ли, должно произойти это грандиозное событие. Четвертый собор, поместный собор Украинской реформаторской православной церкви. Мы тоже ждем гостей с разных стран мира, с той же самой Румынии, с Молдовы, с Белоруссии, с Грузии, США. Мы ждем также выслеприлошения в Грецию, именно в Грецию, и дай Бог, будут с других стран мира гости. Это будет впервые вот такая большая конференция. На предсоборном совещании, которое было в августе месяце этого года, 11-го года, были гости с Румынии. Я думаю, те, кто участвовал в этом предсоборном совещании, те, кто наблюдал, или вы посмотрели, может быть, записи уже. Если нет, то вы можете в Ютубе посмотреть отдельные фрагменты этих служений на Майл.ру, в Одногласниках, в других социальных сетях, где как раз русскоязычные социальные сети сейчас широко представлены. И в интернете, и на моих страничках есть вот эти материалы. Можете их посмотреть и, как бы, тоже сделать свои выводы, какие-то замечания, может быть, предложения. И, пожалуйста, я и наши епископы, священники, диаконы и члены церквей готовы к сотрудничеству, к диалогу, к партнерству. Это очень важно. Потому что я считаю, что реформация – это дело Христово. Это не дело отдельной динаминации, не отдельной юрисдикции даже, а это не отдельных людей тем более. Это дело Иисуса Христова. И раз это дело самого нашего Господа Иисуса Христа, значит, это дело наше всех христиан. Слава Богу. К примеру, не только православные христиане делали замечания, комментарии, предложения по поводу даже вот этих статезисов, которые сейчас я буду зачитывать и комментировать. Но знаете ли, и протестантские, многие пресвитеры, старейшины, епископы, старшие епископы, пресвитеры, писятники, баптисты, адвентисты, харизматические лидеры, харизматические церкви, неописятники, как мы называем их сейчас порой в России. Но знаете ли, очень много было предложений, очень много было замечаний, комментариев. Я очень рад всем этим замечаниям, комментариям, конструктивным таким критикам. Знаете ли, дорогие друзья, я благодарю Бога за каждого, кто давал некоторые такие комментарии, потому что это говорит однозначно, что ваше сердце неравнодушное. Значит, вы на самом деле переживаете за церковь Христова, вам не все равно, что совершается внутри вашей деноминации и внутри вообще в теле Господнем, в теле Иисуса Христа, в мировом христианстве. Потому что, если, допустим, звучат комментарии из уст представителей других деноминаций, других юрисдикций, это о чем говорит? О том, что нам не безразлична судьба друг друга, что мы так или иначе как бы ощущаем себя в теле. Мы чувствуем себя частью такого именно организма, вселенского организма, тела Иисуса Христа. И это отравно, слава Богу. Так вот, друзья мои, пусть Господь благоставит этот труд. Давайте помолимся и с Божьей помощью приступим. Если вы сейчас смотрите эту видеопрограмму, и если вы еще в поисках Бога, если вы еще человек невоцерковленный, допустим, вы не являетесь членом протестантской, православной или католической церкви, а вы еще на пути, как бы, к Богу, то вы можете тоже сейчас помолиться своими словами. Если даже вы ни разу в жизни не молились, то не беда, это наука нехитрая, с одной стороны, с другой стороны, это наука всей нашей жизни, труд души нашей. Молимся все мы, и для вот тех, кто еще ни разу не молился, я хотел бы просто сказать, что молитва это наш разговор с Богом, наше обращение к Богу. Для тех же, кто уже молится, для тех, кто имеет общение с Богом, я просто хочу, для христиан разной динаминации, конфессии, я хочу просто сказать, что сейчас в этой молитве давайте попросим Божьей милости, Божьей благословения и Божьей мудрости. Пусть Дух Господний, Руах Адонай, пусть Дух Святой, Руах Акадош, Дух Святой, он наполнит сейчас наши сердца, наш разум, и всякое помышление, да будет приняно в послушании Иисусу Христу, как говорит об этом Священном Писании, во имя Иисуса, аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, Бог Святой, благостави сегодня нас, благостави сегодня меня, благостави сегодня моих дорогих телезрителей, благостави всех нас, благостави Господь по богатой своей милости, во имя Господа Иисуса Христа, наполни нас Духом Святым, Господь своей мудростью, своей силою, Божьей, потому что без Тебя мы ничего не сможем сделать, но с Тобой, Господь, мы сможем сделать все. Благостави нас, благостави нас, наш Небесный Отец, во имя Господа Иисуса. И я благоставляю именем Твоим, именем Иисуса Христа, благоставляю моих друзей, моих братьев, сестер, благоставляю всех православных христиан во имя Иисуса Христа, благоставляю всех протестанских христиан, евангельских верующих, благоставляю католических верующих, благоставляю всех христиан разной динаминации конфессий, что так или иначе сегодня интересуются именно Твоей реформацией, Господь, Твоим движением, обновлением. Бог, я прошу Тебя, Духом Твоим Святым, Господь, пусть всякое помышление будет приняно наше в послушании Иисусу Христу. Господь, благостави нас, во имя Иисуса Христа, аминь. И благостави, прошу Тебя, тех, кто, может быть, молился сейчас впервые, тех, кто еще не обращался, может, к Тебе, Господь, но сегодня я попытался сказать Тебе что-то. Господь, благостави их во имя Иисуса Христа, Боже, благостави их молитвы покаяния, Господь, благостави их обращения во имя Иисуса Христа, аминь. Аминь. Да, дорогие друзья, кстати, ведь эта тема очень важная, на самом деле я хотел бы еще два слова об этом сказать, потому что перед тем, как буду читать эти тезисы, что без рождения нового такого духовного возрождения, без рождения свыше, как написано в Писании священном, без нового рождения, все напрасленно становится, все напрасно на самом деле, и должно нам родиться свыше. И если даже вы в рязи с крестом или с панагии на груди, я вот сегодня панагии не наделал крест, наделал только, но как епископ церкви скажу, что не важно, что на нас сейчас, важно, что в нас, кто в нас, не важно, что мы носим сверху, клобуки или скуфи, или, значит, мы не покрываем голову, и рясоносцы мы будем договорить, и крестоносцы, там, панагии носцы, нет, самое главное, кто в нас, и Иисус Христос, если в нас, это слава Богу, за это слава Богу действительно, но если нет Христа, если пустота, если тьма, то рясы, панагии, кресты нас не спасут. Давайте, наверное, помолимся такой молитвой, молитвы покаяния, примирения. Я особенно прошу, если вы даже являетесь священнослужителем православной церкви, я, к сожалению, знаю, что большинство моих коллег, большинство православных священнослужителей, притом разных юрисдикций, я знаю и общаюсь с очень разными православными священнослужителями. Сам я не был, вот, знаете ли, раньше реформатором, обновленцем, я не был в таком виде, как бы, в таком качестве. Я был некогда тоже традиционалистом, я был священнослужителем русской православной церкви, московской париархаты, то есть я знаю, о чем говорю, я знаю, что много проблем в нашей юрисдикции, и, наверное, самой такой грандиозной проблемой, знаете ли, является то, что подавляющее большинство служителей наших православных не пережили то, что Библия называет возрождением свыше, пока еще не пережили спасение. А без этого, знаете ли, все превращается, как говорил Николай Васильевич Гоголь, в так хорошо отрепетированное театральное действие. Вот оно так и получилось. Наши красивые литургии, все нашли, наши акафисты и каноны превратились в такое, знаете ли, хорошо отрепетированное театральное действие. Чего греха таить? Под рясами часто бьется невозрожденное сердце и полное греха и проклятие. И под клубоком порой прячется ум, не плененный в послушании Христу, а опьяненный религиозным дурманом, знаете ли, мракобесием, оккультизмом. И я очень хотел бы, чтобы мои братья сейчас помолились со мной молитвой покаяния, молитвой примирения, потому что всем нам нужен Христос, всем нам нужен Бог. И, ну, наверное, людям в рясах, знаете ли, с крестами по ноге и на груди, епископам, православным священникам, Иисус нужен еще больше даже, чем кому бы то ни было. А почему? Потому что на нас смотрят люди, мы на виду, знаете ли, мы пастыри, мы поводыри. И если мы слепы и ведем за собой слепой народ, то Иисус Христос сказал, что это очень плохо закончится однажды. Иисус предупреждал, что попадают в яму такие путешественники по земле. Знаете ли, вот так же и в нашей духовной жизни, к сожалению, если мы не идем в нашем христианстве и не знаем, куда мы идем, горе нам. Если мы трудимся и не знаем, для чего мы трудимся, горе нам. Если мы много стараемся, предлагаем усилия, религиозным энтузиазмом полны, но не знаем, ради кого это, ради чего это, то несчастнее мы всех человеков, как говорит об этом Библия. Потому что, знаете ли, тогда лучше быть просто коммунистом, атеистом каким-то, знаете ли, безбожником, вот, и не валять дурака, знаете ли, найти для себя другую работу, чем вот так вот, вроде бы, как бы, заниматься религиозной деятельностью, быть священнослужителем, но не знать, спасен ли ты или не спасен. Многие, знаете ли, я прекрасно знаю, в 88-м году, когда в семинарии, там, в Загорске, тогдашнем, ныне, Сергий Посаде, знаете ли, среди семинаристов мы так общались, так, иногда на эту тему, ну, как раз тогда обсуждался один учебник, я его первым прочитал, этот учебник, как раз из всех рекомендованных книг тогда, «Православное учение спасения» Сергия Старогородского. И, знаете ли, большинство махали рукой и семинаристов тогда, сегодня они священнослужители, ну, некоторые из них уже архиереи даже, тогда, из студентов семинарии, академии. Но, знаете ли, махали рукой и говорили примерно так, что, ну, все там будем, мол, все умрем, вот, пристанем пред Богом, а там Бог сам рассудит, кого в рай, кого в ад. Знаете ли, это такое невежество, это, мне сейчас страшно, мне сейчас страшно от того, что я жил слепой жизнью и жил среди слепых. И благодарю Бога за то, что в 1996 году, служа на приходе, моем последнем приходе традиционалистской, такой православной церкви, традиционного православия, знаете ли, Господь коснулся меня через простые строки священного писания, через Библию, через священное писание, открылись мне простые истины и очень важные истины, очень важные и святые истины. Слова Иисуса Христа, сказавшего, написано у евангелиста Иоанна 14,6, «Я есть путь, истина и жизнь». И он дальше подчеркивает, никто не приходит к Отцу, как только лишь через меня, то есть через Иисуса Христа, лишь путь из престола Отца Небесного. И говорится о том, что верующий в Него не судится, но перешел от смерти в жизнь. Не перейдет, не потом, а перешел от смерти в жизнь. А неверующий уже осужден. То есть и рай, и ад еще на этой земле для человека. Уже начинается здесь преддверие либо ада, либо врата рая. Открывается уже здесь. И живя еще на этой грешной земле, человек уже вкушает что-то и уже знает примерно внутри, куда он отправляется, куда он идет. И, конечно, блажен, блажена те из нас, что знают путь спасения. Я знаю путь спасения, я знаю спасителя моего Господа Иисуса Христа, я знаю, в кого веровал, я знаю, куда иду, я знаю, для чего все это, я знаю, для чего это программа, для чего мой труд, для чего я день за днем тружусь, не покладая рук, вот все эти годы последние. Я знаю, что венец готовится тем, кто трудился на этой земле хорошо. И мне хочется прийти для получения наград туда, на небеса. Для чего? Не чтобы ходить, не чтобы этими лампасами, погонами, знаете ли, пред другими христианами или пред Господом трясти, но чтобы это все венцы, где сложить пред престолом Отца Небесного, искать Господь. Это тебе. Ты достоин лишь всей славы. Слава Иисусу Христу. И, друзья мои, дорогие друзья, к сожалению, большинство священнослужителей Московского, Периархата Киевского, Периархата Автекифальной, Украинской Церкви, неважно. Знаете ли, проблема, она какая-то такая межюрисдикционная, проблема такая наша общеправославная, да и не только общеправославная, в других деноминациях тоже есть подобные проблемы, но у нас православие, на мой взгляд, это очень острая, самая острая проблема на сегодняшний день, именно невозрожденности, неспасенности. И давайте мы признаем себя грешниками, во-первых. Согласно Священному Писанию, так и надо поступить. Первое, признать себя грешником. И, в общем-то, что касательно православного такого духа, учения, здесь особо проблем, наверное, нет, потому что большинство все-таки православных, тем более, священнослужителей осознают свою греховность, понимают свою греховность. И если, допустим, в других деноминациях есть разные другие проблемы, то в этом наш плюс, наверное, что в православии таки регулярно всегда постоянно подчеркивается именно греховность человека. Но это не вся правда, это полуправда еще. Вся правда, она в том, еще и другая сторона медали. И нам нужно знать, знаете ли, мы не можем, допустим, если, например, у нас купюра доллара, да, или евро, или рубли русские, или, значит, гривны украинские, если с одной стороны сделана эта деньга, это напечатана эта бумажка, да, значит, купюра, а с другой стороны ее, допустим, не напечатали. Ну, представьте себе такую ситуацию, что не фальшивка, но как напечатали только одну сторону, допустим, банки разрезали, раздали. И вот попалась только одна половинка, то, знаете ли, при всем уважении, что хотя это все подлинно и в банке сделано, но если второй стороны нету, то это, ну, считайте, неиздивительно, конечно же, банкнота. Вот, и также, знаете ли, также Евангелие, мы можем взять, или Библия, мы можем взять какую-то одну грань, но если мы не посмотрим еще и на другую грань, то, знаете ли, и не приобретем это, то, ну, все напрасно получится. И вот осознание своей греховности, это хорошо, это правильно, это истина. Но нельзя только лишь на этом зацикливаться, нельзя только эту смотреть в сторону и не узнать так и другую сторону медали. Возмездие за грех – это смерть, но там не точка стоит, там запятая, потому что Библия продолжает мысль, и Библия говорит только о греховности человека, не только нас, как бы, в грязь Бог, получается, втаптывает, понимают многие, к сожалению, православные христиане, даже и многие священнослужители, к сожалению. Но, знаете ли, это закрывает от нас Бога и нас от Него, от Его милости. Но и вторая сторона этой правды, вся правда в том, что о дар Божий написано «Жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Возмездие за грех смерть – дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Так вот, подарок Божий, дар Божий надо принять, смиренно просто принять от Господа, смириться перед тем, что мы не сможем заработать спасение, а лишь можем принять спасение через веру в Иисуса Христа. Давайте помолимся такой молитвой, обращаясь к Богу. Вы можете встать на колени, можете сидеть, можете стоять, как угодно. Не важно сейчас, что на вас одето и, значит, где вы находитесь, не важно, вот это внешнее сейчас важно, внутреннее сейчас ваше обращение. Давайте мы скажем Богу сейчас такие слова. Осознавая греховность своей, осознавая святость великого Бога. И, как Писание говорит нам, Священное Писание, Библия учит нас, что мы должны исповедовать грехи наши. И Бог очищает нас от грехов наших. Давайте помолимся, скажем так. Отец мой Небесный, можете повторять его молитву сейчас за мной. Бог Святой, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с молитвой, Господь, с благодарением, Господь, с хвалою, Боже, с покаянием глубоким. Бог, прости меня. Вы можете покаяться в своих грехах, сказать какие-то грехи и скажите, я каюсь в этих грехах. И вообще, давайте скажем так. Отец Небесный, Бог Святой, во имя Иисуса, я каюсь во всех своих грехах. Вы можете перечислить какие-то грехи, но самое главное, что сейчас вас на сердце волнует, может вас особенно сейчас беспокоит вашу совесть. Но самое главное, скажите сейчас так, что во имя Иисуса я отрекаюсь от греха, отрекаюсь от дьявола, отрекаюсь от проклятия безбожия. Во имя Иисуса. Прости меня, мой дорогой Господь. Покайте сейчас. Скажите Богу, прости меня, прости меня, Господь. Прости меня. А дальше скажите такие слова. Скажите, я верую в Тебя. Я верю, что Ты есть. Я верю, что Ты любишь меня. Ты не просто есть. Ты любишь меня. И Ты любишь всех нас, Господь. И Ты отдал Сына Своего, Иисуса Христа, за меня грешного и за всех нас, за все человечество. Бог, спасибо Тебе. Огромное спасибо. Отец Небесный, во имя Иисуса, я благодарю Тебя за жертву святую. Ибо так Ты, Бог, возлюбил мир, что отдал Сына Своего единородного, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус Христос, Ты пролил Свою кровь на Голговском кресте за мои грехи. Я пригвоздил Тебя ко Христу. Мой грех Тебя распял, но Ты взял на Себя мои немощи и понес мои болезни и ранами Твоими. Я исцелился, Господь Иисус Христос. Спасибо Тебе за каждую капельку Твоей крови, за страдания Твои, Господь. Ты умер за мои грехи и Ты воскрес для моего оправдания. Спасибо Тебе, Господь. Иисус Христос. Скажите такие слова еще, что Иисус Христос, войди в мое сердце. Войди в меня, войди в мое сердце, живи во мне. Ты мой Господь. Иисус мой Господь. Ты моя жизнь. Ты мой путь. Ты истина. Спасибо Тебе, Господь, за все. Спасибо Тебе, Иисус Христос. Спасибо Тебе, Иисус Дорогой, что Ты вошел мое сердце, простил мои грехи и своей кровью омыл меня снега белее, спасибо тебе Господь и дальше можете помолиться о Духе Святом и скажите так, спасибо тебе Господь за спасение за дар вечной жизни но я прошу тебя Господь, наполни меня Духом своим святым Господь, преисполни меня Духом своим святым, Дух Святой наполни меня еще более и более, преисполни меня хрести меня Духом своим святым Господь Крести меня Духом Святым, пусть Господь откроет внутренность моя сейчас и реки воды живой, не ручейки, но реки воды жизни потекут вперед, слава тебе Господь, благослови нас. И вы можете начать молиться на иных языках, какие Дух Святой будет вам давать пролечевать. Это очень важное переживание, потому что это ничем нельзя заменить, это переисполнение Духом Святым. Молитесь сейчас, молитесь, и пусть Бог благословит вас. Дорогие друзья, слава Иисусу Христу, слава нашему Господу Богу Спасителю. Аминь. И я думаю, вы помолились, если вы еще молитесь, молитесь, можете просто сделать паузу в этой записи и просто от сердца, от души помолитесь Богу, как вы знаете, молитесь Богу, не молитесь никому другому, молитесь только лишь Богу. Он все слышит, все знает. Молитесь Отцу Своему Небесному, потому что Он родил вас, Он ваш Отец, вы Его дочь, вы Его Сын. Молитесь Отцу Небесному во имя Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу, слава Богу, дорогие друзья. И возлюбленное во Христе Иисусе Господе нашим, нашим Господе Иисусе Христе, я всех вас снова приветствую, снова и снова, именем Иисуса Христа. И хотел бы, собственно, ради чего эта видеопрограмма и была замыслена изначально, рассказать о тезисах, зачитать тезисы, 100 тезисов православной реформации, которые были зачитаны торжественно и приняты на Третьем Киевском реформатовском православном соборе в 2008 году, в августе. И первый тезис, первый тезис, я сейчас читаю тезис с сайта Украинской реформаторской православной церкви, вы можете зайти на сайт наш alivechurch.info, живаяцерковь.info, на сайт Украинской реформаторской православной церкви и прямо вверху, как бы в шапочке такой, есть строчка, называется «Тезисы православной реформации». И вот открываются 20 тезисов собора Третьего года, но в тексте есть такая ссылочка, она выделена, где написано, что в PDF можно открыть именно полный текст, полный вариант 100 тезисов именно Восьмого года. Вы открываете их и можете вместе со мной почитать прямо сейчас. Если у вас это есть в печатном виде, то вы можете открыть также и вместе со мной сейчас прочесть это. Если вопросы у вас есть, еще раз повторяю, будут возникать вопросы, к примеру, касательно реформации православной церкви, то вы можете написать на нашем же сайте, там есть имейлы, мой личный имейл, обозначен там наших священников, имейлы. И по почте электронной мы можем иметь общение сегодня, век технологий, информатики, знаете ли, это очень прекрасно, что мы можем даже быть в разных странах, континентах, но вместе делать одну работу Божью. И реформация, реформация начинается всегда с информации. В начале было слово, реформация, запомним, с информацией. И мы живем на самом деле в век информационных войн таких. И сегодня наша брань духовная, очень серьезная брань. И брань информационная, весьма серьезная брань. Потому как сегодня мы видим, к сожалению, информационное поле очень мало, во-первых, охвачено человечеством, имею в виду в целом. Мало охвачено пока еще христианством, Христом Иисусом, СМИ мало завоеваны Иисусом. К сожалению, и интернет, и телевидение, и СМИ все фактически так или иначе чаще всего работают на дьявола, на порноиндустрию, на блуд, на пьянство, на всевозможные беззакония, обманы. Мы живем тоже в век таких обманов великих. Это ужасно, конечно. И вот, чтобы не быть нам обманутыми, и чтобы нам не попасться на удочку к мошенникам, знаете ли, нам нужно кое-что знать. И, конечно, одно дело, когда нас обобрали мошенники такие материальные, когда мы, знаете ли, допустим, потеряли какие-то деньги, там, к примеру, я тоже попадал, значит, в проса, когда приходили, допустим, там сообщения, что перешлите СМС на такой-то номер, чтобы, значит, скачать из интернета программу. Мне нужна была программа, и нужна была правильная программа, и рецензионная, и я-то понадеялся, сняли деньги, а ничего не прислали. И, знаете ли, ну, было обидно, конечно, но ничего, пережить это можно, конечно, значит, хотя обидно, что деньги божьи, потому что мои деньги, это не были мои деньги, это были деньги, которые мне пожертвовала церковь. Но попасться вот таким аферистам, это одно, но, знаете ли, попасть к религиозным мошенникам, это еще большая беда, на мой взгляд, потому что здесь мы теряем не просто деньги, а можем потерять бессмертную душу, и не той Божьей. Чтобы не попасться нам на удочку к всякого рода пройдохам, аферистам, мошенникам, нам нужно знать истину, познавать истину, которой есть Слово Божье. И если вы обратились к Богу всем сердцем, всей душой, то очень важно вам, следуя за Христом Иисусом, по пути Иисуса Христа, вникать в себя и в учения, и заниматься с ним постоянно, быть честным перед самим собой, читать Библию, молиться и изучать Слово Господне, и шествовать таким образом по стопам Иисуса Христа. Так вот, я читаю тезисы православной реформации, которые, на мой взгляд, во многом разоблачают религиозных аферистов, разоблачают религиозное мошенничество, которое продолжается в нашей деноминации в целом уже тысячи лет, полторы тысячи лет и даже более некоторые ложные учения. К сожалению, на сегодняшний день православная церковь в целом является наиболее проблематичной из всего мирового христианства, и, в общем-то, это большая проблема, да, потому что наиболее демонизированной является наша деноминация в целом, наиболее проблематичной, антисемитской и наполненной всевозможными ересями и религиозным оккультизмом. Но среди этого мрака луч есть надежда, луч света, у нас есть Божье Слово, у нас есть Господь, сам Иисус Христос, и с Ним нет ничего невозможного. Господь, Он, я верю, очень сильно благословит нас. Аминь. Приступаем к тезисам. Слава Иисусу Христу. Аминь. Первый тезис. Вот простой тезис. Сначала, что мы православные христиане должны молиться только лишь Богу. Здесь написано, что мы молимся, поклоняемся и служим лишь Господу Богу Всемогущему. Молимся, поклоняемся и служим. Это начало всех начал. И я считаю, что без этого нельзя дальше идти. Реформация в православной церкви или будь в какой другой церкви, она начинается именно вот с этого, с фундамента, с самой нашей базы. И мы молимся в нашей поместной церкви и непосредственно в украинской реформатовской православной церкви, нашей юрисдикции. Мы молимся только лишь Богу. Это, кстати, очень выгодно нас отличает. Я не к похвальбе это говорю ни в коем разе, я не хочу превозноситься ни перед кем. Я просто констатирую факт, я просто говорю сейчас правду, что это очень выгодно нас отличает, нашу юрисдикцию, украинскую реформатовскую православную церковь, от всех, фактически всех остальных православных поместных церквей. Это ужасно, конечно, что православные церкви, большие юрисдикции, московский полиархат, киевский полиархат, украинская автокефальная православная церковь, другие православные юрисдикции, старобрядческие, новобрядческие, истинно православная церковь, апостольская православная церковь и другие российская православная церковь. свободная церковь и другие юрисдикции. Порядка 20 юрисдикций здесь, на территории бывшего безбожного Советского Союза, в Киеве и в других странах, в Украине и в других странах. В США порядка 50 разных юрисдикций православных и также, к сожалению, кроме харизматик и ортодолхсчерч, фактически везде молятся так или иначе разным святым. Это ужасно. В тезисах я это буду дальше говорить, зачитывать буду из тезисов, но мы не молимся никому другому помимо Бога. Еще почему? Потому как Бог создатель наш. Он в писатель это все сказал уже, но я объясню еще популярно, доступно. Бог, он конструктор, автор, конструктор наш. Он создал нас для общения с собой. И внутри нас это бездна, которая может быть заполнена только лишь Богом. И если мы будем свое нутро, свое сердце открывать для кого-то еще, помимо Бога, духовно, молиться. Молиться это не просто тарабара говорить. Нет, молитва это не просто говоришь в пустоту. Молитва это не просто монолог. Высказался и все. Это диалог, это общение. Молитва это общение. Может быть вы не знали еще, но Бог живой. И кроме Бога еще в духовном мире очень много всего. Очень много всего. Есть ангелы, есть падшие демоны, есть очень... Это огромнейший мир. Огромнейший мир. И Бог из невидимого создал видимое. Он создатель всего видимого и невидимого. Это тоже в тезисах отражено, дальше сказано. Так вот, и Бог создал нас для общения с самим собой. Он создал нас по образу, написанному подобию своему. И если мы открываем свое нутро для кого-то еще, свое сердце, самое интимное в нас, то это является большим грехом. То есть нашей ошибкой, стратегической ошибкой, нашим промахом. Это ужасно. Мы очень здорово ошибаемся. Если мы обращаемся, открываем свое сердце для кого-то еще. Потому что мир духовный таки откроется, но с другой стороны, не с Божьей стороны. А это нам не нужно совершенно. Потому что наше общение должно быть не с бесами, а с Богом, как говорит об этом Священное Писание. Слава Богу. И это и здравый смысл нам это подсказывает. И дальше говорится, в тезисах, второй тезис, говорится, «Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает». Это из посланника евреям, 11 глава, 6 стих, между прочим, написано в посланнике еврейского народа. И дальше говорится, цитата идет из святителя Кирилла Лукариса, патриарха Константинопольского, в 1638 году, ушедшего в мученические блаженную вечность. Это отец православной реформации, тот, кто стоял у истоков православно-реформатовского движения. Святитель Кирилл Лукарис. В 1632 году он написал это. В 1938 ушел в вечность. Был он казнен, кстати, по приказу султана Турецкого в 1638 году. Так вот, и цитата следующая. «Мы верим, что никто не может спастись без веры». Здесь мы имеем в виду такую веру, которую оправдывает в Иисусе Христе, которая возникла жизнью и смертью Господа Иисуса Христа, о которой возвещает Евангелие, и без которой никто не может снискать благоволение Божие. Аминь. Я думаю, здесь все просто и ясно. Верить надо в Бога, что Он есть и ищущий Его воздает. И, как говорил святитель Кирилл Лукарис, что без этой веры никто не может снискать благоволение Божие через веру в Иисуса Христа. Аминь. Дальше я читаю третий тезис. Он начинается цитатой из Священописания, из послания апостола Павла. Галатам 2 глава, да, 16 стих. Галатам 2 глава, 16 стих. Начало этого третьего тезиса. Узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Аминь. И вот дальше третий тезис говорит нам следующее. Опять-таки ссылка на святителя Кирилла Лукариса. Следующее. Мы верим, что человек оправдывается верою, а не делами. Однако говоря верою, мы имеем в виду то, к чему вера это прилагается, то есть правду Христову посредством веры, постигнутой и данную нам во спасение. Мы осознаем, что это в высшей степени справедливо, и что при этом не умаляет значение дел. Ибо сама истина учит нас, что не следует пренебрегать делами, что и они служат необходимым средством и свидетельством нашей веры. Подтверждением нашего призвания. Однако было бы ошибочно утверждать, что это делается по слабости человеческой, и что их самих по себе достаточно для спасения человека, чтобы тот смог предстать пред судом Христовым с тем, чтобы они принесли ему спасение по заслугам его. Напротив, только правда Христова, дарованная раскаивающимся, открывает и спасает верующего. Да, это правда. Аминь. Святитель Кирилл Лукарис очень мудро объясняет здесь как раз евангельский взгляд на спасение, балансируя как раз правильно, именно через призму Слова Божьего, доктрину о вере и делах. И здесь ничего не прибавишь, фактически. Наши дела, дела нашей веры, выстекают из нашей веры. К примеру, я проповедую, тружусь как епископ, как пастор, не для того, чтобы заработать спасение, а как раз из чувства благодарности, что я спасен, и это стимулирует мой труд, мое служение. И из любви к Богу, спавшему меня, пролившему за меня свою кровь, искупившему меня, знаете ли, да кто я такой, что не буду служить его после этого. Да я всю жизнь ему посвящаю, и паки, и паки, снова и снова говорю ему, что моя жизнь это твоя жизнь, отныне и навсегда, во имя Иисуса. И это очень правильно. Я думаю, каждый христианин, в жизни каждого христианина это есть и должно быть. Если вы христианин, неважно какой вы там, динаминации, конфессии, протестант, православный католик, если вы христианин, если вы Христов, человек, если Христос и Иисус живет в вас, то, конечно же, слава Богу, ваша жизнь уже не ваша жизнь, ваша судьба уже не ваша судьба, а это судьба уже Христова и жизнь уже Христова. Слава Богу, мы куплены дорогою ценой и проставляем Бога и в душах наших, и в телах наших, потому что мы искуплены Иисусом Христом. Слава Богу. И четвертый тезис, это большой такой тезис, это, собственно, символ веры. Символ нашей христианской веры. Здесь говорится так, что мы, участники всего освященного православного обновленческого собора, провозглашаем Никео-Цареградский символ веры. На первом, втором поместном соборе, Вселенском соборе, был провозглашен символ веры. Никео-Цареградский еще мы называем его, потому что в Никее он начал провозглашаться и получил свое завершение в Царьграде, мы его называли раньше, в Константинополе, Стамбул. Так вот, ныне Стамбул, да. Так вот, этот символ веры я предлагаю исповедовать всем вместе. Давайте исповедуем символ веры, именно повторите вместе со мной исповедание веры, символ веры нашей, православный, вообще христианский наш символ веры, исповедание веры. Давайте скажем так, я верую во единого Бога Отца, всемогущего, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и в единого Господа, Иисуса Христа, Сына Божьего, единородного, от Отца рожденного прежде всех веков. Как свет происходит от света Бога истинного, от Бога истинного, рожденного, а не сотворенного, единосущного Отцу, через которого все сотворено. Нас ради людей и ради нашего спасения, сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого, и Дева Марии, и ставшего человеком, распятого за нас, при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день, как было предсказано в Писаниях, и вознесшегося на небеса, и сидящего на почетном месте у Отца Своего, и вновь грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых, его же царству не будет конца, и в Духа Святого, Господа истинного, животворящего, от Отца пришедшего, со Отцом и Сыном, мы Ему равно поклоняемся, и прославляем Его, и Он говорил нам через пророков, во единую, святую, соборную, и апостольскую церковь, исповедую единое крещение, восставление грехов, ожидаю воскресения мертвых, и жизни будущего века. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Слава Богу, дорогие друзья, это исповедание веры, мы часто декларируем это исповедание веры, поем в церквях, и это замечательно, потому что здесь, в этом кратком символе веры, в общем-то, все Писание, новозаветное учение, о Боге, о спасении, оно кратко выражено. Слава Богу. Пятый тезис, пятый тезис, говорит нам следующее, здесь тоже цитата из Писания, вместе с апостолом Павлом, мы, участники собора, повторяем, что все Писание Богу духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Это из 2-го постановления к Тимофею, 3-й глава, 16-й и 17-й стихи, 2-й Тимофею, 3-16-17. И, это очень важно отметить, потому что, Писание является Богу духовновенными, то есть, это Божье слово, не человеческое слово, не человеком оно было собрано, не человеки за него голосовали, люди признавали факт именно Бога вдохновенности, да, констатировали факт, раввины, в частности, служители, еврейские, в Ветхом Завете, в те времена Ветхозаветные времена храма в Иерусалиме, в Новозаветное время уже Новозаветная Церковь Иисуса Христа, Церковь Божья, из евреев и неевреев, факт констатировала Бога вдохновенности этих Писаний, начиная с времен первых апостолов и далее, констатируя факт именно Бога вдохновенности Писаний. Потом на Вселенских Соборах, уже когда Церковь вышла из подполья, в четвертом столетии, также факт констатировался Бога вдохновенности священных Писаний уже Нового Завета, Ветхого и Нового Заветов. Слава Богу, друзья мои! То есть, не мы Писание придумали, не мы за Писание голосовали и цензировали, что принять, что не принять, как некоторые сегодня, к сожалению, умники говорят, но Церковь именно факт констатировала Бога вдохновенности. Конечно же, епископы, богословы, священнослуживания, жители, участники соборов, в частности, Вселенских первых двух соборов, поместных соборов, исходили из некоторых принципов, которые были, опять-таки, изначально в христианстве. Во-первых, эти писания должны были быть из рук апостолов непосредственно, а не, там, неизвестного какого-то происхождения, знаете ли, неизвестно, кем написано. Второе, что именно со времен апостолов они были известны на самом деле, потом они имели хождение, значит, по всему христианскому миру, а не в отдельных, там, сектах, группах, что было с апокрифами, там, и как в Верхнем Завете, так и в Новом Завете. Вот. И также немаловажно, как Иисус говорил, по плодам их узнаете, и какой плод приносит это, значит, на самом деле, Богу Духновенное, если оно писание, слава Богу. И вместе с Павлом мы можем это повторить, и не только о Верхозаветных писаниях, но и о Новозаветных писаниях, потому что это Богу Духновенно написано было. И шестой тезис, это, опять-таки, из святителя Кирилла Укариса, цитата, я читаю шестой тезис Собора. Мы верим, он пишет, это было, кстати, написано в Восточном Исповедании Христианской Веры, изданное в 1632 году. Это начало, как раз, православной реформации. Через сто лет после Лютера в православном мире началась реформация, которая была недолгой, но сегодня имеет свое продолжение и завершение. Слава Богу. Так вот, он писал, святитель Кирилл Укарис, это шестой тезис Третьего Поместного Собора Украинской Реформаторской Православной Церкви. Мы верим, что Священное Писание является Богодухновенным, и что автор его есть Святой Дух, и никто иной. Мы должны непоколебимо верить в Писание, ибо, как написано, и при том, мы имеем вернейшее пророческое Слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Это цитата из 2-го послания Петра, 1-я глава, 19-й стих. 1-я, извините, 2-я Петра, 1-я глава, 19-й стих. Потому и авторитет его выше авторитета Церкви, то есть авторитет Священного Писания Библии выше, чем авторитет Церкви, любой, в том числе Украинской Реформаторской Православной Церкви, любой Церкви, Баптистской, Песятнической, Православной, Католической, любой Церкви. Потому что это вопрос такой, курица или яйцо, да? Нет, правы были римляне, говоря об ово, от яйца. На самом деле, от Библии все произошло, жизнь вся. И написано, что авторитет его, Священного Писания, выше авторитета Церкви. Ибо велико различие в том, что говорит ли Дух Святой или же язык человеческий. Ведь последний по неведению может заблуждаться, он может совратиться с пути истинного, либо сам сбиться с него. Совратить с пути истинного или сам сбиться с него. Божественное Писание же не может сбиться с пути истинного и не может заблуждаться. Оно всегда непогрешимо и достоверно. Слава Богу! Так что будем вникать в Священное Писание. А Церковь может заблудиться, Церковь может ошибаться. И к сожалению примеров заблуждений церкви, примеров именно ошибок церкви, в том числе и православной церкви, и любой другой церкви, католической тоже самое церкви, и протестантской церкви, более чем достаточно. Чего греха таить? Знаете ли, это не то, чтобы я мусор, ссор, как говорится, из избы выношу. Нет. Я думаю, что мы все понимаем, взрослые люди, тем более, если мы читаем историю христианства, интересуемся этой темой, это мы видим. Да и не то, что историю христианства, даже вот сейчас посмотреть на сегодняшнюю церковную реалию, жизнь нашу, то понятное дело, что церковь и может заблуждаться, и забуждается, и еще как заблуждается. В церкви порой такие ереси, такие заблуждения происходят, что просто дивы даешься, и, знаете ли, мы несовершенны, мы люди, и наши клубуки, там, митры, панагии, там, знаете ли, кресты, реасы, они не делают нас безгрешными, знаете ли, мне очень жаль наших западных братьев, католиков, я очень люблю католическую церковь, люблю католиков, у меня много друзей, католических священнослужителей, я проповедовал в костелах, во многих костелах, и в Украине, в Польше, в США, в других странах некоторых, и, знаете ли, и, общаясь с католическими братьями, я понимаю, что, многие из них очень любят Господа Иисуса Христа, и, несут благую весть, во Франции, я был однажды на встрече с православными, с, извиняюсь, с католическими, именно, священнослужителями, и, очень порадовался именно их открытости такой, в городе Лили, было общение, такое, католическое, харизматическое такое общение, но, знаете ли, господа, дорогие братья, сестры, мне жаль, что в этой самой крупной в истории мирового христианства деноминации, ведь католическая церковь объединяет, так или иначе, примерно половину всех христиан на нашей планете, это самая крупная в истории христианства и мировых религий, будем так говорить, юрисдикция, но, с другой стороны, с другой стороны, к сожалению, эта деноминация имеет большую проблему, я думаю, что многие из телезрителей и слушателей знают эту проблему, еще в 19-м столетии, в 1870-м году, был принят такой догмат о непогрешимости папы, то есть, когда папа римский говорит с кафедры, с кафедры, то он считается, его мнение считается безошибочным, безгрешным, и считается, что якобы он не может ошибаться, но это, знаете ли, нормальный человек, знаете ли, в здравом уме, в памяти, читая Священное Писание, тем более, и вникая в себя и в учения, не может признать подобной, ну, откровенной глупости, потому, как на самом деле, при всем уважении к нашим западным братьям, я еще раз повторю, что у меня много друзей католических, священнослужителей и монахов, и, знаете ли, я проповел их в монастырях польских, значит, карамелитанского ордена у францисканцев, то есть, много есть, на самом деле, таких католиков-харизматиков в Чикаго, там католики-харизматики очень хорошая община, живая община, но при всем к ним уважении, знаете ли, я братьям это говорил постоянно и говорю при встрече, при возможности, что при всем к вам уважении, говорю, вот эти вещи, особенно вот именно касательно папизма, я не могу признать и не только как православный человек, вообще, как христианин, в первую очередь, как христианин, потому, что это не просто динвенционная обида, знаете ли, может быть, наша схизма такая, православная такая, мы как схизматики, вот, отделившиеся от католической церкви в 11-м столетии, хотя учебники, учебники порой наши говорят православно, что они как бы католики отошли от нас, но, как бы, опять-таки, здесь, если правде в глаза посмотреть, то мы отошли, как бы, от католической церкви, а не они от нас. Или же, ничья, будем так, чтобы никому не было обидно, из моих слушателей, потому что я понимаю, что мои слушатели могут быть и православные протестанты, значит, и католики, сегодня, по крайней мере, большинство богослов считают такой ничьей, виной, то есть мы виноваты все были, и они, и мы, не важно, я сейчас не о том, кто виноват в том расколе, был 11-го столетия, так получилось, что раскололись, что разделились, ну, ладно, время прошло много достаточно, но, к сожалению, в католическом мире у нас свои были проблемы, у них свои проблемы, и в католическом мире, конечно же, вот эта проблема огромная, значит, именно папизма, проблема папоцессоризма, или можно назвать ее еще, проблема, когда безгрешность папы римского превозносится, и папа римский, как епископ, может говорить какое-то слово, которое будет названо Богу вдохновенным, аксиомой, значит, или догматом, догматом веры, с кафедры, если, допустим, его слово, папа римского, оно превозносится, если слово папа римского, оно, допустим, противоречит священному писанию, допустим, священное писание, вот сейчас, говорит одно, я читаю, допустим, из Библии что-то, а папа римский сказал прямо противоположное, то получается я, если я был бы католиком, я не католик, я православный, но если я был бы католиком, допустим, я должен, как бы получается, поверить этому слово на слово, то есть на авторитет папы римского понадеяться лишь, без, или всяких ссылок, просто папа сказал, значит, папа прав, а если папа не прав, пункт второй, говорит, смотри пункт первый, папа всегда прав, ну, вот такая система, к сожалению, ну, а если, допустим, его решение, папа римского, противоречит его вчерашнему, допустим, вчера он сказал одно, допустим, во вторник, а в среду его осенило, он сказал, о, совершенно другое, нет, братья, будем совсем по-другому, другим курсам идти, такой-то догмат у него, сегодня, допустим, ну, мало ли, как говорится, как в России говорят, грубо, конечно, но шляпа в хвост, там такая ударила, то есть, как бы, не с той ноги встал, допустим, человек, значит, и другой догмат провозгласил, абсолютно другой, сказал, нет, мне тут надоело, я хочу другой догмат провозгласить, и миллиард католиков обязаны, говорить, есть сэр, как говорится, и поверить вот в этот новый догмат, но, опять-таки, это ужасно, ужасная система, она может быть оправдана лишь тем, что все-таки миллиард католиков, массовостью такой, понимаете ли, как бы, для пап римских, как бы, повод для гордости, ну, определенно есть какой-то, хотя, с христианской позиции, я, конечно, отказываюсь понимать подобную мерзость, подобное заблуждение, я считаю вообще, что более худшего в истории христианства, мирового христианства догмата не было, и не может быть даже, потому что в том же догмате о папе, о непогрешимости папы римского, говорится еще худшая вещь, там говорится, что если суд божий, допустим, решит какого-то грешника отправить в ад, допустим, суд папы решит иначе, допустим, в рай, то суд божий должен подчиниться суду папы, это вообще абсурдно, и, знаете ли, я думаю, что большинство католиков, кстати, я не то, что думаю, я это знаю, общаюсь со многими грехокатоликами, общаюсь с римокатоликами, я прекрасно даю себе отчет, о чем я говорю сейчас, я даже знаю, что среди прихожан храмов, костелов католических, римокатолических, греккатолических, большинство прихожан, прихожанок, не знают, вот, подобной глубины беззакония, которая есть в их динаминации, но оставим католические проблемы для католиков, пусть они их решают, я надеюсь, что все-таки хватит здравого смысла и ума, значит, и честности у многих католических служителей, покаяться в этом, раскаяться, я, у меня есть друзья, которые вышли уже из католической церкви, которые покаялись во многих этих неправильных доктринах, и у них есть очень потрясающее свидетельство, пастор Степан, в частности, из Варшавы, у которого я бывал, и церковь Шпиглец я там проповедовал, в самой Варшаве, и очень хорошее, мощное свидетельство, конечно, пастор Степан бывал в Украине, и он проповедовал в Киеве, и, в общем-то, у него очень сильное свидетельство о том, как именно католический семинарист, выпускник семинария, беспятимый священник, в ультимативной форме ему просто предъявили, ультиматум такой, как бы ему заявили, что либо ты веришь в эти догматы, либо будешь священником католическим, либо ты отказываешься и просто должен будешь уйти, и слава Богу, что человек этот, он сделал правильный выбор, он выбрал Иисуса Христа, праведника, и предпочел страдать, нежели иметь время на греховное наслаждение, слава Богу, за такие герои веры. Но и много других друзей в Америке, в Австралии, встречал я в Европе, тех, кто вышли из католической среды, католической церкви, и приняли решение следовать за Иисусом Христом, слава Богу. И, конечно, я думаю, что еще большее число священников католических и прихожан церквей, костелов должны это принять во внимание и сделать правильный выбор, слава Богу. Но, касательно православной реформации, скажу, что у нас подписма нет, как такового, то есть у нас нет такого догмата, что, допустим, патриарх российский, или украинский, или вселенский, или иерусалимский, допустим, он что-то будет говорить с кафедрой и всякое его мнение там аксиома. Нет догмат веры. Нет, у нас такого нет догмата, как бы, и слава Богу, что православие имеет свои минусы, но, что касательно этого, не имеет таких страшных этих учений, слава Богу. Я думаю, что пришло время продолжить как раз тезисы, зачитывать Великой Реформации. Я повторяю, что я читаю тезисы Третьего Поместного Собора Украинской Реформаторской Православной Церкви 2008 года. Я зачитал шестой тезис, сейчас читаю седьмой тезис. Здесь цитата, кстати, в седьмом тезисе много было вопросов также по поводу этого тезиса. Здесь цитата из обновленцев начала 20-х. Это очень важная тема и очень такая большая тема. Я хотел бы тоже поговорить немного и сегодня, как раз, вам рассказать об обновленчестве начала 20-х годов, тем более, что я уже упоминал, что сегодня 9 сентября 2011 года, мы вспоминаем одного из современных таких реформаторов, обновленцев, который оставался традиционалистом до, ну формально, до самой своей смерти, про Терри Александр Мень. Он был убит 9 сентября. И как раз сегодня и завтра, 9 и 10 сентября, вспоминаем еще некоторых мучеников, героев веры. И в частности вспоминаем священномученика еще одного, тоже Александра, только Боярского, Александра Боярского. Это дедушка, кстати, многими из нас и мною лично любимого Михаила Боярского, удивительного артиста, театра, кино, нашего такого русского Д'Артаньяна. Мало кто знает, что у Михаила Боярского очень удивительная родословная и его семьи, удивительная история. Но я могу об этом много рассказывать, много читал об этом, интересовался, но наибольшее, конечно, впечатление на меня произвело историю его дедушки. Александр Боярский, православный, обновленческий митрополит, он был расстрелян в 1937 году. Он был один из тех обновленцев, мучеников, который, на самом деле, до самого последнего вздоха своей жизни нес Евангелие Царства, Евангелие Иисуса Христа. Так вот, и по поводу обновленчества я расскажу еще и об Александре Боярском, и Вененском, и Грановском, и прочих братьях. Так вот, цитата следующая. Я читаю седьмой тезис Собора. Как и православные обновленцы начала 20-го столетия, написано здесь так, продолжая их героический труд, путь, и учаясь на их ошибках, мы видим первоочередную задачу современной реформации в следующем. И дальше цитата. А. То есть первое. А. Эй. Восстановление евангельского первохристианского учения с народчатым развитием учения о человеческой природе Христа Спасителя и борьбе с холостическими извращениями христианства. Замечательно сказано. Б. Второе. Пересмотр церковной литургии и устранение тех наслоений, которые внесены в православное богослужение, пережитым периодом союза церкви и государства и обеспечения свободы пастырского творчества в области богослужения. Замечательно. Второе. би обозначено как би это утверждение замечательно. Потому что и сегодня нам очень важно иметь вот эту свободу пастырского творчества в области богослужения как написано было еще в 22 году. Замечательно. И сегодня кстати наши священнослужители те священники епископы священники диаконы что трудятся в украинской реформаторской православной церкви в нашей юрисдикции это тоже очень выгодно отделяет нашу юрисдикцию кстати если вы в частности православный священнослужитель и вы думаете о смене юрисдикции и думаете быть частью нашего движения думаю это вам очень сильно понравится и будет очень интересно это услышать что у нас полная свобода литургического творчества и я многим священникам это говорил и говорю и буду говорить и вот на недавнешнем предсоборном совещании 2008 года я об этом говорил священнослужителям снова и снова что это полная свобода делайте что хотите я еще раз повторяю делайте что хотите мы вольны все мы свободные люди кроме греха и литургическое действие должно быть свободным да у нас есть мы не изобретаем велосипед у нас есть пожалуйста литургии Иоанна Златоустова Василия Великого Григория Богослова у нас есть литургии знатели классические литургии более древние тексты но сегодня век уже информатики век космических технологий компьютеризации сегодня пришло время на самом деле литургии приблизить к людям богословие и богослужение в массы как бы и это очень важно поэтому и язык богослужения должен быть именно доступным понятным я считаю это большой грех мы берем на себя священники если мы еще между Богом и людьми получается дополнительный барьер такой еще языковой барьер не должно быть так потому что ну это грех на самом деле потому что Бог он хочет быть понятным даже согласитесь даже в писании я думаю те кто учился в семинарии тем более если вы оканчивали академию вы это даже прекрасно знать что новый завет на греческом языке написан был духом святым вдохновлен и написан был евангелистами не на классическом греческом языке не на знаете литературном не на языке гомера значит нет ну-ну а на языке простого народа на кой на речи которое было языком тогдашним торговцев ремесленников крестьян знаете ли это удивительно дух святой мог бы так вдохновить апостолов они бы так написали что даже самые умники и умницы с большим трудом смогли бы расшифровать какие-то пару предложений в своей жизни он мог бы так вдохновить что вообще никому ничего не было понятно он мог бы так красиво это сказать так сильно что никто бы ничегошеньки не понял но бог не хочет этого он хочет быть простым понятным принятым каждым из нас и простая домохозяйка и рабочий и служащий и миллиардер и политик и знаете ли человек умный и не очень умный образованный и невежда разные разные мы мы все очень разные но всем нам нужен бог и бог не хочет прятаться он хочет быть понятным принятым и поэтому языковые барьеры считают вообще величайшей глупость наша и мне очень прискорбно что в быдность мою священником традиционной русской православной церкви московской премьер-хата я совершал служение на старостовянском языке который был мало понятен мне самому и тем более непонятен был моим посовом моим прихожанам мне прискорбно что некоторые годы моей жизни я потратил по сути впустую служа знаете ли вот своим принципам амбициям моей динаминации служа и думая что этим самым я служу угождаю богу ну слава богу это время прошло слава богу в 96 году меня осенило что мы должны быть ну служителями нового завета на самом деле служителями евангелия царства служителями господними и кстати в 95 еще году и в 96 начале еще бытность мою в русской православной церкви я общался с некоторыми священнослужителями в Москве и один из иерархов в Москве сказал следующее да по поводу как раз русского языка почему бы нам я мол я из села вот я был настоятелем простого сельского храма обычный сельский священник я приехал в Москву переговорить с кем-то из священнослужителей мне хотелось встретиться может быть с кем-то из священнослужителей патриарха с епископами удалось поговорить с некоторыми из них и один из иерархов сказал следующее в частной приватной беседе прозвучало следующее по поводу старославянского языка и русского языка грамотный прихожанин это самый опасный прихожанин это ужасно звучит но слава богу что он это мне сказал по крайней мере мне многое стало ясным и понятным ну так возвращаемся да извиняюсь возвращаемся снова сюда по поводу религиозно-мафиозной системы коррупированной я еще немного поговорю чуть позже и о том как нам с этим быть вообще как нам из знаете ли религиозно-мафиозной коррупированной структуры быть действительно церковью бога живого стал полным утверждением истины это все возможно и звертепа разбойников стать домом молитвы есть путь он называется реформации а реформация это не выдумывание чего-то нового ни в коем разе реформация само слово подразумевает возвращение к истокам к основанию и наше основание это Иисус Христос и Священное Писание Ветхого и Нового Завета на основании апостолов пророков имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа камень который отвергли строители да и сейчас чего греха таить многие строители отвергают этой Вавилонии окаянной как говорил Григорий Савичского рода великий украинский реформатор но но Господь поднимает сегодня церковь свою из просто возрождает из нас живых камней слава Иисусу да и я возвращусь к цитатам из обновленческих деклараций и тезисов 1920-х годов C A B C A я прочитал B тоже прочитал по поводу творчества C устранение обрядов являющихся пережитками древнего языческого мира созерцания так было сказано в 1920-е годы обновленцами православными и так сегодня говорим и мы православные обновленцы уже 21-го столетия и в общем-то работа здесь непочатый край что касается именно обрядов являющихся пережитками древнего языческого мира созерцания то здесь знаете ли пруд пруди в православии вообще по большому счету современное такое традиционное оккультное православие демоническое такое православие оно формируется в общем-то ну чаще всего как раз из обрядов являющихся пережитками древнего языческого мира созерцания и обновленцы 20-х годов были миллион раз правы скажу так заявляя что нужно освобождаться церкви от этого хотя ну я думаю историю знаем те кто историю интересуется видят это что к сожалению у большинства обновленцев как вот на руси говорят кишка тонка была к сожалению дальше декларация дело у большинства не зашло нет были конечно же герои веры да я не умоляю сейчас обновленчество 20-х годов слава богу много было героев веры уже выше названный Александр Боярский Александр Веденский Антонин Грановский были герои веры которые на самом деле совершили много ради Господа Иисуса Христа о Грановском допустим Антонине я отдельно расскажу отдельную передачу посвящу обязательно потому что это один из столпов православного обновленчества не только 20-х годов но и вообще православных столпов 20-го столетия и что касается именно освобождения от этих демонических всевозможных языческих оккультных древних этих обрядов он был здесь на передовой то же самое ликвидация этих иконостасов престол посреди храма причастие для всех верующих на равных условиях как священников Бога и мужчин и женщин принимающие причастие чашу Господню это на русском служение на русском языке участие в всей церкви всей массы трудящихся вместе в этом богослужении это все заслуга конечно этого труженика на Ниве Божьей слава Иисусу за таких героев веры как Антонин Грановский но значит я продолжу D A B C прочитал я теперь D четвертый пункт борьба о чем говорилось обновленцами 20-х борьба с суеверием религиозными предрассудками и приметами выросшими на почве народного невежества и монашеской эксплуатации религиозного чувства доверчивых масс интересно да в 20-е годы любили так красиво говорить интересно но по сути здесь самая правда я не против монахов если вы монах я не хочу вас обижать я не был никогда монахом и не собираюсь им быть хотя было время я собирался быть монахом когда-то я ношу этот клубок не как монах а как архиепископ украинская реформаторская православная церковь как митрополит получается киевский но именно в нашей церкви принято говорить архиепископ то есть там я являюсь старшим епископом украинской реформаторской православной церкви у нас белый епископат женатый епископат то о чем говорилось как раз в 20-е годы и что делалось в 20-е годы мы продолжаем сегодня это возвращаясь к библейским таким традициям к первоапостольским традициям и к библейскому учению но касательно монашества вот здесь как говорится не в лоб а в глаз здесь говорится не в бровь точнее а в глаз здесь вот как раз именно в самую суть в самую серединочку удар очень очень правильно эти братья наши в 20-е годы очень хорошо распознали что как раз вот это религиозное чувство доверчивых масс очень красиво кстати сказано значит монаше испытывают монашескую эксплуатацию интересно сегодня монашеская эксплуатация она также воочию видна но я уже даже не говорю о том что епископат вновь захватили монахи я уже даже этой темы не касаюсь хотя я впоследствии может быть еще и коснусь еще дальнейшем может быть потому что надо об этом говорить потому что сегодня эта беда православная снова воочию видна сегодня епископы все монахи в русской церкви в украинской церкви кроме нашей украинской реформаторской православной церкви все остальные юрисдикции русскоязычный мир весь славянский мир к сожалению заполнен именно монашеским диктатом таким и чаще всего монашество именно является генератором вот этих оккультных идей в церкви именно как раз через монашество вот эта эксплуатация совершается оккультизм приходит в массы доверчивый народ так наверное уже генетически у нас славян что мы общаемся когда мы видим это очень воочию я это вижу часто что люди очень доверчивы крясам крестам по ноге им на груди клубокам и многие из наших людей считают даже так что если как бы батюш сказал это уже как бы чуть не вообще святая истина что так мол как бы и должно быть вообще-то неправильно конечно же мало ли что какой пастор сказал мало ли какой батюшка какого великого сана что-то выразил какое-то мнение патриарх или епископ или архиепископ или дьякон или кто угодно вообще знаете ли какой бы одежки он не был бы у нас к сожалению есть вот такая вот ну считаю гнильца у славян по одежке мы такие встречаем и это это прискорбно конечно считаю что это не по-христиански вообще что по-христиански должно смотреть не на одежку не на фасад на мою на самую суть несем ли мы Бога поэтому если даже вы к примеру христианин не православный а допустим евангельской церкви протестантской церкви тоже не судите так вот строго знаете ли что вот я вот в ряде в клопуке там допустим значит там с панагирем сейчас с крестом допустим на груди но знаете ли это фасад это одежка главное какого мы духа кто духа Христова не имеет тот не его если я в пиджаке проповедовал допустим бы значит без бороды побрившись допустим сегодня утром то я от этого более духовным не стал бы или наоборот вот это ряса борода значит там крест по ноге там у меня как архиепископа есть и крест по ноге значит еще наградная наградная крест еще есть так вот это все одевая на себя или архиерейские облачения допустим да сакасом а форме одеваю но это все не делает меня знаете ли более духовным ни в коем разе даже на миллиметр меня к Богу не приблизит абсолютно будь ты простая домохозяйка или рабочий у станка значит или дворник или значит политик или миллиардер или бомж на помойке или кто угодно знаете ли кем бы то ни был Бог смотрит на твое сердце и работает с тобой и к сожалению монашеская эксплуатация вот как здесь написано было значит религиозного чувства доверчивых масс сегодня как никогда в общем-то видна к сожалению но я думаю это все мы разберем и будем работать над этим будем работать над тем чтобы эта эксплуатация она прекратилась сегодня к сожалению есть ярко выраженный политический заказ на подобную эксплуатацию на подобное на подобное оболванивание трудящихся масс но я верю что Господь сегодня разоблачит религиозных мошенников в рясах с крестами по ноге и на груди и знаете ли Господь сегодня очистит свою церковь действительно и множество священнослужителей просто должны покаяться сегодня так вот и дальше я читаю следующий пункт приближение богослужения к народному пониманию упрощение богослужебного чина реформа богослужебного устава применительных требований местных и современных условий здесь все замечательно сказано потому что это я уже выше говорил об этом служение должно быть понятным людям простым следующий пункт исключение из богослужения выражений и идей противных духу всепрощающей любви Христовой вот это уже интересно господа исключение из богослужений выражений и идей противных духу всепрощающей Христовой любви интересно да Да? Что же это за идеи? Что же это за такие мысли, идеи, что вкрались в наше православное богослужение и что противны духу Христовой любви? Я могу назвать более чем достаточно примеров, к сожалению, вот этих подлых, вкравшихся, знаете ли, говоря компьютерным языком, этих вирусов, которые вкрались в православное богослужение. Кстати, я снова и снова возвращаюсь к этой дате, сегодняшней дате, так совпало, что сегодня, как раз 9 сентября 2011 года, как раз память преподобного, священно-мученика, протерея Александра Меня, богослова, священника, отдавшего свою жизнь, мученически закончив свою жизнь за Евангелие Христово, убитого по дороге. И храму как раз вот именно 9 числа оборвалась его жизнь и, знаете ли, это удивительный был человек, еврей по национальности, христианин горящий именно по своей вере, священник, божий священник по призванию, который поднимал, он поднимал много тем интересных и, кстати, одна из его таких очень важных тем до сих пор не мог простить многие, ну, опять-таки, чего греха таить, многие священники православной русской церкви до сих пор не могут простить ему то, что он поднимал, как бы, ссор из избы, поднимал много грязи в церковной, в частности, литургике, в богослужениях. В интервью журналу «Евреи в СССР» и в другим изданиям Александр Мень говорил о том, что антисемитские тексты закрались фактически в каждую книгу богослужебную. Он говорил, подчеркивая, что в каждой книге богослужебной есть тексты антисемитские, там, где проклинается Израиль и еврейский народ. Вот. И я дальше в тезисах буду читать именно, как раз, материалы именно касательно антисемитизма. Но, коли затронул эту тему, я скажу пару слов об этом все-таки. Потому что в мае 22-го года, когда писались вот эти вот, значит, эта программа писалась обновленческой церкви, «Живая церковь», так называемая, одно из главных направлений православного обновленческого движения тогда в СССР, она называлась «Живая церковь», «Союз, живая церковь». Так вот, и все это писалось 16-го, 29-го мая 22-го года. Это как раз именно освобождение богослужения от этих идей, противных всепрощающих Христову любви. Потому что евреи проклинаются на православных богослужениях. Фактически, я повторяю вслед за Александром Менем, это правда, я эту тему специально исследовал. Если вам интересно, если вы тем более являетесь священнослужителем, а многие наши священники, к сожалению, в этом отношении невежественны, то есть читают тексты, даже не вникая особенно в смысл этих текстов, это в чем-то даже ужасно, потому что, значит, повторяют слова проклятия, и даже не задумываясь совершенно от лица своих молящихся прихожан, проклиная еврейский народ, и взамен получая, конечно же, что проклятие, не благоставление же, конец и концов, а проклятие, проклинающее будет проклят, благоставляющее, благоставлен, то есть Библию нельзя обмануть, Бог, он остается при своем мнении, и нельзя, знаете ли, выше Бога быть в этом вопросе. И, а потом многие священники лухти кусают и говорят, о, откуда же столько у нас проклятия, откуда столько беззаконий, и в душе своей мучаются, видя и слышат дела беззаконной своей динаминации, а оттуда, знаете ли, надо знать, откуда ноги растут, откуда эта проблема идет, оттуда, что мы проклинаем сами евреев, это противно Христовой божественной любви, друзья мои, это противно Христу. Во-первых, мы проклинаем его народ, а Иисус Христос, о нем было сказано, что он есть свет к просвещению всех народов, и слава народа своего Израиля. У него есть народ свой, да, он любит всех, и он за всех пролил свою кровь, но у него есть свой народ, это народ Израиля. И мы не можем обвинять евреев в богоубийстве, это величайшая глупость всех времен и народов, величайший шедевр невежества вообще. Почему? Потому что не чьи-то грехи, а мои грехи были на нем. Грехи всех нас, мы его распинали, мы, русские, украинцы, американцы, евреи, африканцы, кто угодно, мы все люди, все человечество. Да, нельзя на евреев лишь спихнуть это все, потому что не все евреи кричали, во-первых, распни его. Была одна еврейка, которая стояла возле креста, еврейка, которую звали Мария, Мария, Матерь Господа Иисуса. Были другие апостолы, евреи, другие евреи били себя в грудь и говорили, что мы совершили. А сегодня не только евреи распинают Христа, и сегодня и неевреи, и русские распинают Христа. Сегодня и мы распинаем Христа, и в Украине, и в других странах мира. Разный народ, разные племена, с разным цветом кожи, китайцы, африканцы, американцы, русские, украинцы, все мы распинаем Иисуса Христа грехами своими. И выход лишь один, покаяние, возвращение к Господу. А сам Иисус, Он говорил, что никто не может забрать мою жизнь. Я сам отдаю свою жизнь за жизнь мира. Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю. Аминь. Да, дорогие друзья, и много других текстов, много других текстов, которые нужно просто менять в богослуженной практике православной церкви. Следующий тезис. Широкое вовлечение мирян в богослужение до церковного учительства, включительно. Слава Богу. То есть не только риасоносцы должны служить Богу в храме, но все люди, все люди участвуют в богослужении, включая учительство. Слава Богу. Аж коренная реформа проповеди, как обязательной части богослужения, изгнания схоластики и приближения к евангельской простоте. Слава Богу. Как говорили отцы, где просто там ангелов соста, а где мудрено там ни одного. И на самом деле, евангельская простота в проповеди. Потому как человек не может говорить о спасении, не упоминая Иисуса Христа. И каждый, тем более риасоносец, должен в течение буквально одной минуты уметь рассказать все Евангелие Иисуса Христа и привести к покаянию грешника. Потому что оно очень просто, что мы грешники, что Иисус праведник умер за нас, и что Он воскрес для нашего оправдания. И примите Иисуса Христа сказать, и помолиться, сказать, Господь, прости меня, вводи мое сердце. Аминь. Очень просто спастись. Очень просто. Бог не стал усложнять путь спасения. Для всех открыта дорога в рай. Ад или рай. Выбирай. В ад дорога широкая. На небеса узкая. Только лишь один Иисус Христос. Никого другого. Только Иисус. За Него и держись. И дальше. И выделение из книги правил, тех канонов, которые отжили свой век, или созданы были по требованию гражданской власти, или содержат в себе резкое националистическое понимание христианства и признание их необязательными в настоящее время при современных условиях церковной жизни. Конец цитаты. А цитата была, это обширное, сделано, я сейчас зачитаю, полное название. Это из седьмого тезиса нашего собора, восьмого года. А цитата была взята из программы церковных реформ, намеченных группой духовенства и мирян «Живая церковь», принятых на учредительном собрании с 16 по 19 мая, по 29, извиняюсь, с 16 по 29 мая 1922 года. Замечательно. Я Бога благодарю за участников этой майской, майского этого собрания учредительного, за тех, кто участвовал из духовенства и из мирян на этом учредительном собрании. Я думаю, что то, что они записали, это действительно революционно, в хорошем смысле этого слова, это реформаторски. И сегодня нам, обновленцам, уже 21-го столетия, спустя почти 100 лет после этих событий, необходимо взять это на вооружение и исполнить это. Потому как тогда, в 20-е годы, обновленческое движение, к сожалению, страдало инфантильностью, страдало, знаете ли, расслабленностью такой, большинство, подавляющее большинство обновленцев, чего греха таить, считали, что достаточно ограничиться вообще только лишь внешне, богослужебно такой, обрядовой реформой, административной, там, общей кассой, там, белое духовенство, значит, епископат белый, и все. Как бы, многие испугались радикальных реформ, очень немного было тех обновленцев в 20-е годы, кто именно ратовал за радикальные реформы и настоящую реформацию. Но я убежден, что Господь сегодня позволит нам, православным обновленцам уже 21-го столетия, реформаторам, совершить грандиозную работу проповеди Слова Божьего и настоящей, не косметической, а настоящей реформации. Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу!